Спонсор рубрики «Что есть?» сеть магазинов «Семья» и новый бренд прямых поставок «Фэмили Чойз». Если соус к мясу, то кетчуп. Можно назвать от традиции стереотипом или пищевой привычкой, результат всё тот же. И пусть видов кетчупа ныне изрядное количество – пряные, острые, сладкие. Почему бы и к этому вопросу не подойти творчески, что-то меняя даже в своих съедобных предпочтениях? Точно меняешься сам. Здравствуйте, дорогие друзья! Пара-тройка идей, как из обычного блюда при помощи необычного соуса сделать необычное вашему вниманию. Правда, давайте несколько сузим рамки. Если соус как таковой – это не густая масса, подающаяся к гарниру или блюду основному, способное подчеркнуть или существенно улучшить его вкус, сегодня говорим о соусах, которые сделают неповторимой любую вылазку на природу или, как мы говорим, на шашлыки. Хочется соуса томатного – пусть и он будет рукотворный. Томатная паста или протертые помидоры, репчатый лук, подмаринованный винным уксусом, плюс тертый имбирь, тертый чеснок. Это, так сказать, свежая вариация, не нуждающаяся в тепловой обработке. Всё смешал и подал. Но приветствуются и домашние заготовки, требующие огня. К примеру, та же томатная паста, консервированные ананасы, чуть-чуть уксуса, тертый имбирь, соевый соус, вскипятили, остудили, загустили крахмалом, переложили в баночку. И хоть дома – прекрасное средство для усовершенствования аппетита. Хоть к шашлыку подать или ещё и так, если с погодой не повезёт, хоть дома к шашлыку подать. Прекрасно подходит к мясу томатный же соус с грибами, к примеру, с шампиньонами. Грибы отваривают, достают, измельчают, снова помещают в грибной бульон, добавляют томатную пасту и уваривают до приобретения соусом нужной консистенции. Но это мы всё о неких альтернативах привычному кетчупу. А как вам, к примеру, соус гранатовый? Уж он для мяса, приготовленного на гриле, на решётке, на углях, лучше не бывает. Зёрна нескольких гранатов помещают в эмулированную кастрюльку, можно добавить и готового гранатового сока. Тушат, варят на медленном огне, раздавливая зёрнышки. Потом полученную массу протирают сквозь сито и ещё прогревают с добавлением специй. Очень вкусно, но, понимаю, довольно трудоёмко. Чего не скажешь о приготовлении ягодных соусов – клюквенного или брусничного. Сегодня мы на брусничном как раз и остановились. И вот что получилось. Брусничный соус. Бруснику разморозить, поместить в кастрюлю и поварить с добавлением сахара 10-15 минут. Остудить, добавить приправу из корня хрена, горчицу, сок лимона, соль, перец по вкусу. Взбить блендером. Отличный соус к мясу. К мясу или к птице. Осталось ещё раз понадеяться на солнечную погоду, на отсутствие обильных осадков. Это я об открытии сезона пикников. Но, коль скоро у природы нет плохой погоды, не бывает и рецептов, которые бы не пригодились вне зависимости от неё. Всё. На сегодня с вами была Жанна Соловьёва. Удачи!